Приветствую вас, и поскольку вопрос вы свой не уточнили, не конкретизировали, не написали, что именно вы имеете в виду, то тогда я отвечу вам в общей форме примерно так. Итак, долг человека – это его ответственность, это его обязательство перед другими людьми, перед собой и так далее. Соответственно, если эти долги переходят по наследству вам, при условии, что изначальный долгник живой, можно задать несколько логичный вопрос, а почему изначальный долгник, первичный, избегает ответственности по реализации этих долгов? Почему? Он перекладывает ответственность за них с себя на вас, что заставляет этого человека так поступать. Вот попробуй, попробуй я вам на этот вопрос ответить. Для начала. Почему, значит, ваша мама перекладывает свои долги на вас, что ей не движет, и почему она не хочет отдавать эти долги и сама? Дальше. Следующий важный вопрос, который мне бы хотелось посмотреть, заключается вот в чем. Вы пишете, значит, что они переходят по наследству и вам это не нравится. Значит, значит, получается так, что не только ваша мама перекладывает на вас ответственность по реализации своих долгов, но и вы тоже, как бы, принимаете ее долги и несете ответственность за них перед другими людьми. Заникает вопрос, а почему вы несете такую ответственность? Почему вы ее принимаете? Почему вы принимаете ответственность за свою маму на себя? Берете? Почему вы берете ответственность за свою маму на себя? Этот вопрос вам нужно обязательно рассмотреть, разработать и ответить на него Может быть это чувство вины, может быть это страх, может быть неуверенность в себе, может быть что-нибудь еще Но вне зависимости от того, этот вопрос требует внимания И внимание, надо сказать, самого пристального, потому что именно эти два момента А именно причина, по которой мама сама не хочет реализовывать свои долги Отвечать, грубо говоря, по обязательствам И причина, по которой вы сами принимаете ответственность за ее долги И является ответом на ваш вопрос Эти две основные причины Вот, ответьте на эти два вопроса и вам станет понятно, почему так происходит Естественно, это очень общий ответ Потому что вы не предоставили никакой информации относительно того, какой предмет у долговых обязательств Что они из себя представляют Как правильно указали мои коллеги, без этого понимания вам предметно, конкретно помочь представляется сложно Но надеюсь, хотя бы такой общий ответ поможет вам немножечко понять причины И хотя бы понять причины Хотя бы предварительно увидеть причины, по которым так происходит На этом все Если у вас остались какие-то вопросы Пишите в личку, буду рад вам помочь Если мой ответ понравился вам, буду благодарен Если сделаете его лучшим Я желаю вам всего доброго и удачи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!